Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 150. Нам дана окружность, точка А, не лежащая на этой окружности, и отрезок PQ. И нам нужно построить точку М, такую, чтобы она, во-первых, лежала на окружности, а во-вторых, чтобы отрезок АМ был равен отрезку PQ. Еще в задаче у нас есть вопрос. Всегда ли эта задача имеет решение? Давайте построим эти отрезки и потом поймем. Возьмем циркуль, измерим циркулем отрезок PQ. Затем начеркиваем окружность с центром в точке А и радиусом PQ. Эта окружность пересекла первую окружность в точках. Назовем эти точки М и точку М1. Соединим отрезками прямой точки М и А, М1 и А. И у нас получится два отрезка МА и отрезок М1А1. Точки М и М1 лежат на второй окружности, а точка А является центром этой окружности. Значит, МА и М1А – это радиусы окружности. Но вторую окружность мы строили с центром в точке А и радиусом PQ. Значит, МА равно PQ. И М1А тоже равно PQ. Точки М и точки М1 находятся и на первой окружности. Значит, точки М и М1 являются искомыми. Таким образом, у нас есть два решения задачи. Но про точку А в условии сказано лишь только то, что она не лежит на окружности А. А где именно точка А находится, нам неизвестно. Поэтому рассмотрим вот такой вариант, когда точка А находится здесь. Измерим циркулем отрезок PQ и начертим окружность с центром в точке А и радиусом PQ. И, как видим, эта окружность не пересеклась с первой окружностью. А это значит, что невозможно построить такую точку М, такую, чтобы она лежала на первой окружности, и чтобы отрезок АМ был равен отрезку PQ. Значит, для этого варианта нет решения. А вот теперь мы можем дать ответ на вопрос, поставленный в задаче. Всегда ли задача имеет решение? Ему можем ответить «Нет». Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.